Привет, друзья мои, это Ханов Тимур, но не из Новосибирска. О, слышите голос села? Я в селе Жеребцово. Здесь конфликт возник между жителями и одним из хозяев близлежащего вот этого участка земли, горы, на котором человек рубит деревья. И вот сейчас я расспрошу о конфликте. Со мной Юлия Колеватова, известный эколог, новосибирский общественный деятель, который очень много сил тратит на защиту природы вот здесь, в долине реки Издревой. А Жеребцово здесь? Здесь у вас какая речка-то основная? Жеребцово тоже, да? Издревая. Река Издревая. Да, да, добрый день. Назовите себя, пожалуйста, вас зовут? Рахов Виктор Петрович. Вы? Житель местный, депутат Подняковского сельского совета, да, местный. Скажите коротко историю, что здесь случилось, что здесь происходит вот на этом месте? Ну или пойдемте вверх, где-то посмотрим. Ну, сплошные порубки леса идут, берез в частности, которые уже 60-70 лет растут. А тут всегда был этот лес, да, вот сколько вы уже, как вы помните, да? Да, здесь всегда местные жители грибы собирали, ягоды собирали, отдыхали, на лыжах катались, с детьми гуляли. А кто ведет порубки? Как его? Хозяин, это хозяин вот этой земли, да? Ну, я точно не знаю, как его звать, во-первых. А, вы даже не знаете, как его зовут? Он не местный, что ли? Почему местный? Ну, близко не знакомился. Здесь он купил участок, построил дом, дом не он строил, его отец. Год назад он умер, они с отцом вместе строили этот дом. И теперь вот, вроде бы как, ему тоже достался участок, почему-то земельный паи 6,5 гектар. Вы здесь на горе, да? Да, общая долевая собственность, хотя, когда кооператив возрождения выделял паи, он выделял паи жителям по 6,5 гектар. Именно пашни в общей долевой собственности, они на полях находились, пашни. Понятно. А тут лес, да? Почему эти 6,5 гектар сюда перекочевали, никто не знает об этом. А как-то жители приходили, говорили ему, что не надо этого делать? Говорили, и жители говорили, и подписи собирали по деревне, и в прокуратуру отправляли, и в область отправляли, и в район отправляли. А зачем он рубит дерево? Продает этот лес, или зачем? Нам он сказал, что здесь у него будет под огород, он рубит. Другим жителям он сказал, что здесь будет зона отдыха. А на самом деле машинами отправляют лес в город и в другие районы области. Это же на что годится эта береза, если ее так вот рубит? Ну, которая более-менее ровная, они деловые может, древесина, пойти куда-то в дело. Ну, в основном на дрова. Хороший бизнес, да, если так? Да, конечно. Если по несколько машин в день он отправляет, 5-6 тысяч машина. А вот вы депутаты, вы как-то это у себя в совете поднимали этот вопрос? Поднимали. Я с юристом совета разговаривал, который у нас в Плотниково-сельском совете, Ананев. Он мне ответил, что это все законно. Понятно. Ну, давайте еще поговорим. Юлю спросим. Юля, а твой интерес в чем? Как ты здесь оказалась? Как эта история стала тебе известной? Пойдем, пойдем. Ну, как известно, да, что мы много лет, с 2000. С 2002 года работаем у бассейна реки Издревая. И, собственно, это, ну, не прям самое верховье, но одна из верховых частей. Это деревня, с которой мы давно работаем. Я здесь знаю достаточно, ну, определенное количество местных жителей. Вот. И как только началась эта история, просто мне сообщили, и все. И теперь это моя очередная головная боль. Вот эта история с порубкой леса. Да. Абсолютно полноценного, живого, который действительно выполняет различные и природоохранные функции. И здесь достаточно большое, как известно нам во всех наших березовских лесах, большое биологическое разнообразие. Поэтому тут просто это совершенно какая-то нелепая ситуация, история. И вот надо, как говорится, найти пути решения и остановить эту вещь. Правильно я понимаю, что ты разбиралась с кадастровой картой? Да. На публичной кадастровой карте эта территория действительно значится как сельхозугодие, земли сельхозназначения. Чуть выше идет граница как раз этих земель. И этот же лес переходит из земель сельхозназначения в земли Государственного лесного фонда. Почему бы, например, этой границы не пройти по границе села и этому лесу точно не иметь такой же статус? Ну, большой вопрос. А кому этот вопрос? Кому этот вопрос надо задавать? Ну, у нас ситуация следующая. У нас большое количество лесов на территории Новосибирского района, которые находились раньше на землях сельхозназначения, были утеряны документы лесоустроительные. И при новой реформе государственной, когда новый лесной кодекс случился, все обычные такие же леса, они ушли в Государственный лесной фонд на территории Новосибирского района. Огромное этих количество лесов просто подвисло. То есть это не леса, которые выросли просто на заброшенных сельхозполях, а это полноценные леса, которые вот так вот нелепым образом очутились неудел. И поэтому получается, что ситуация такая, что через пай выделить здесь землю под сельхозназначение и отдать его собственнику полноценным березовым лесом, который теперь вот так вот как бы себя ведет, пилит этот лес и продает, ну, теоретически сейчас эта ситуация якобы-то тонна. Ой, посмотрите, какая замечательная табличка, вот я вижу. Частная территория охраняется собаками. Местные жители рассказывают, что он собак натравляет на... И вот, посмотрите, вот пень. Так, ну вы, давайте руку в школе. Тут порубленные деревья, ветки. С трудом перебираться, можно было бы пойти. А давайте посмотрим на этот пень. Ну, посчитать колечки непросто. 10, 20, 30, 40. Ну, 40, 50 лет, ну, нет, больше. Вот этот, извините, пожалуйста, я не специалист. Вот этот пень, если посмотрите, на сколько лет вот этой березе было? 70. 70, да, вот я насчитал, что лет 50-60, на самом деле больше. Нет, больше, больше, больше. То есть лет 70. Вот у меня в ограде стоит, ей, наверное, будет 100 лет. Вот спилена одна береза. Спилена, на другой... Они выбирали самые толстые. Самые толстые выбирают, да? И табличка. Так, смотрите, кругом насчет собак. Я приготовлю. У меня теперь есть баллончик от таких. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Ирина Константиновна. И здесь ваш дом рядом, да? А, вот он дом. Ну, вы же подъезжали, вот береза стоит. И как вы к этому... Как вы относитесь к этой ситуации? Как расскажите, вот... Ну, как относитесь к этой ситуации? Пишу во все инстанции. Пишу, пишу, а толку нету. Все говорят, все законно. Если не считаете неправы, подавайте в прокуратуру. И вы продаете в прокуратуру? Подали, подали в прокуратуру. Первый раз подали, нам даже не ответили. Сейчас подали второй раз, неделю назад. Сколько они будут рассматривать, я не знаю. То есть вы обжалуете, что он здесь ведет порубку этот? А как его зовут, вы знаете этого человека? Дима. Берников Дима. Ну, а все оформлено, но... Ну, не знаю, она ему приходится матерью или кто, мачеха, на другую фамилию, на ее было оформлено документы. Я увидела, первый раз приехал, смотрю, там рубят. А я говорю, а что это рубят? Возле дома он стал рубить. Амкин говорит, да, сосед напротив, Костя Матвеев, давно с ним борется, но ничего не может сделать. Ну, я пошла к этому Косте. Он мне все по компьютеру показал. Че и как. Ну, вот начали вместе бороться. И что вам пишут в ответах? Давно вы этим занимаетесь? Давно началось? Ну, полтора месяца. А, полтора... Вот это все происходит вот недавно началось, да? Ну, как недавно. Ну, в этом году. С июня месяца. С июня месяца все это началось уже. Вот безобразие такое. И вот это... Сейчас пойдемте, я покажу, сколько уже порублено. Ну, там еще и вглубь где-то тоже они отсюда. Сащик. Ситуация такая есть в России. Вот на лесной, там же родник. Ой, то есть у них воды-то нет, не проведена. И они все берут воду с родника в лесу. Вот просвет. Это все дальше и дальше. Да, да, да. Все дальше и дальше. А с других районов едут. Если, значит, он сам пилит, значит, куб стоит три тысячи. А если они сами пилят, вот они сейчас сами... Полторы тысячи куб. А, так он еще... Люди приезжают, сами пилят, да? Да. Вчера пять человек было. Ну, им-то ваш лес... Пофигу. Пофигу. А вам? А вы вот... Ну, вы здесь давно живете, да? Да. Я здесь училась в школе. Отдых, лес... Там, грибы, ягоды, как здесь? Да, грибы, ягоды. Да и вообще вид. А теперь сюда не заходи. Если срубить, то это будет лысая гора, она же... Лысая. Ну, факт тот, что это только один Дима. А сейчас еще кто-нибудь купит и дальше пойдет. Нет, смысл этой порубки, чтобы продать. Вот у меня есть тоже 6 гектар. Если я сейчас продам, то значит человек купит, ему выделят дальше туда или туда. А у вас тоже лес? И тоже начнет. У вас лес или у вас пошли? У меня без выдела просто. А, просто? Я думала, что дочь будет заниматься. Ну, да. Раньше, в 95-м году, за селом вот выехали, там поля пустые, видели? Да, да. Кто-то сенокулись. Вот там всем выделяли 6 и 6 гектар. Вот сейчас произошло, и... Понятно. В 12-м году это свернулось, и в 15-м открылось здесь, на лес. Я сейчас покажу вокруг, что происходит. А вот этот колочочек, вот там наверху, вот такой, всего лишь. Это космосфон. И то там лесники сами... Там 50 объектов. Ну, вот я и говорю, а ситуация такая, может быть, вот я стою и смотрю, может быть, вот на этом лесу, вот на этом, на том, на любом. Вон туда мы посмотрим. Это обалденный. И у нас... Мы сейчас вот планируем все, и нам везде палки в колеса, никто навстречу. Создание трех особо охраняемых странных территорий. Как раз на Смородиновском лесу, это по ту сторону, там, большой такой классер лесной. Тоже весь такой, овражно-балочная система весь, ну, неплохо там. Это тоже, ну, с той стороны приток. Потом в среднем течении, как раз вот тот такой целый луч вдоль реки Калиха, это тоже приток из Бревой. Вот. И третье самое, это Верховье. Верховье все они вот такие, как в Бревичоке. Это третью территорию, которую мы видим в качестве создания ООПТ. Вот на Ленке. Ну, там она вот прям в соседстве Верховье, и там по границам различным. Ну, вот. Это... Ну, и мы это видим для создания особо охраняемых странных территорий. Куда приезжало очень много в свое время специалистов, обследовали эти леса, поняли его значимость, биологическое разнообразие, ценность. Вот. Но это все полноценные леса, но у них статус, они находятся на землях сельхозформирования. То есть, поэтому мы торопимся тоже, чтобы мы понимаем, что там сейчас любому такому лесу может прийти такая участь. Кроме вот этим пригоршням вообще, вот крохам Гослесфонда. Есть вторая палка Гослесфонда. Они тоже там могут свои планы по рубкам проводить, еще что-то, да. То есть, они могут садить лесонасаждения, которые потом им через какое-то время они вырастут, будет выгодно тоже срубить, продать. То есть, это как бы, есть такой момент, что Гослесфонд, это не заповедник, что называется. И поэтому вот такие леса, вот по-хорошему, просто приди, вот где у него граница заканчивается. Допустим, по дороге, да? Вот тут приди, березу спили, милиция приедет и выложит штраф. Пойду, покажу пока ситуацию, пока собачки не прибежали. Вот, порубанные ветки, даже пройти трудно. Уже лес замусорен. Но человек просто выбивает, добывает деньги из земли, которая ему так или иначе досталась. И власти отвечают, что это законно. Это его земля, это его лес. И он делает с ним, что хочет. Вот свежепорубленные березы лежат. Еще не вывезены. Понятно, что местным жителям не хочется, чтобы лес, к которому они с детства привыкли, пропал. А сейчас я покажу свежепорубки. Вот они, эти березы, еще на них листва свежие. И два пожелтевшие. Вот они. Приезжают, оказывается. Лес продается даже с самовывозом. Вот, пожалуйста. Эта береза, наверное, лет 50. Еще посчитать можно эти колечки. Итак, мы находимся. Не знаю, как связь. Если проблемы, напишите. Я не вижу, какое качество. Говорят, здесь неплохая связь. Это села Жеребцова. Новосибирский сельский район. И местные жители возмущены тем, что один из местных жителей, имеющий в собственности вот эту территорию на этой горе, 6 гектаров. Спиливает, уничтожает лес. И якобы он вправе, потому что этот лес отнесен к категории земель сельхозназначения. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что вот это вот неправильное зонирование, как в городе, в смысле в Новосибирске, например, так и вот здесь, на селе, позволяет хитрить, жульничать или просто наживаться, убивая природу, например, или убивая справедливость. И вот живой пример мы видим здесь, на этой горе. Деревья росли по полвека и больше, а теперь их нет. она как бы... То есть я готова. Человек наживается. Только потому, что можно продать на дрова. Это организационный момент. Ну что, Наталья, что вы планируете сделать? На что вы надеетесь? Вот вы пишете письма разные, да? Мы надеемся, что все-таки у правительства совести хватит. У правительства области? Да. Ну, по сути, да. А вы как депутат планируете как-то действовать? Ну, я буду на сессии поднимать вот на первоочередная сессия будет. Этот вопрос буду поднимать перед главой поселения нашего. Ставить вопрос на район выходить. На главу района. Но здесь это прерогатива нашего главы района. Нет, ну почему? Земли-то, опять же, если мы говорим о сельхозформировании, то как бы областная власть, она ровно в ее компетенции этим вопросом заниматься. Поэтому я думаю, что на нее нужно направить действия так или иначе. Ты будешь что-то предполагать сделать? Мы сейчас, вот, как раз есть идея сесть и попланировать некие планы действий таких, о том, чтобы нас услышали. Потому что, например, я, когда мы небольшой выложила в интернет письма, ответы как раз всех, ну, все письма, которые отвечали все профильные министерства на письма жителей, вот, пыталась привлечь разные СМИ. Тема интересна, важна, но нужен какой-то инфоповод. Ну, вот, сейчас идея подумать, какой же нам инфоповод для этого сделать. Хорошо, спасибо за за то, что, за ваше беспокойство, за то, что меня привезли. Мне тоже это не нравится, когда так грубо, по-хамски, ради личной быстрой наживы вырубается лес. Он это все вырубит, продаст и уедет, раз он на продажу выстоял уже. А, участок выстоял на продажу? Да, за 2 миллиона. Понятно. А мы, кстати, покупатели ему находили за 2 миллиона, которые здесь живут и согласны даже заплатить. Он отказался. Он сказал, я буду выпиливать кругами, ставить домики. Они ему говорят, прогоришь, здесь нет света, как сюда, не воды. Неудобно. А нам уже, когда мы пошли тут снимать, нам он сказал, что он будет зону отдыха делать, аллеи прорубать, с горки здесь подъем не поставят. Я говорю, ну где же... А где его дом? Может, попробуй к нему подойти и взять у него комментарии? Как ты думаешь? О, сейчас я сейчас заливаю. Я думаю, что нет смысла. Дело все в том, что... Ну пусть скажет свое мнение. Не, ну пойдем, подойдем. Не, ну можно, давайте. Вопрос в том, что мы ездили, как бы, вот, например, я... Мы были у него. Первый год мы с Виктором Петровичем как раз пришли к нему. Попробуем. Раз уж приехали и тему подняли. Он обещал тогда нам, да, что валить деревья, валить ночи не будет. Да, конечно, обещал. Как словам можно верить, да? Как раз... Поэтому, ну, может быть, и есть смысл. Попробовать. Попытка, не пытка. Я первый раз попробую поговорить по поводу его собаки, которая постоянно ходит и гадит. грядки весь топтала. Он говорит, она тебе мешает? Да, да, идет, идет уже. Ну, если человек так говорит, как-то ничего не бывает. Далеко его? Я думаю, что, может быть, наоборот, нам сейчас силу-то направить на то, чтобы продумать какой-то план действий. Да, понятно. Я просто хочу, ну, пусть каждый раз я уже за... его поднял, даже будет... Слушай, Тимур, сними вот так вот, вот такая... А, панорама? Да. Ну, мы идем пока. Это все бассейн нашей реки с древой. Он у нас большой, могучий. И находится под твоей опекой, да? Так вот, показывается невозможно. То полигон, то русский. Так, это туда идти, да? Да, направо. Пойдемте. Который его дом? Ну, вот следующий. Он по дороге будет... Право. Да, право. Вот это, там маленький, или под красной крышей? Справо большой дом. Мы его сейчас увидим. А, справа, я вижу. Вон он только, видишь, да, вижу, вижу крышу. А как его зовут? Дмитрий, да? Пойду попробую поговорить. Так, ну только говорим спокойно. Давайте договоримся, что мы с ним разговариваем спокойно. Просто хочет разговаривать, не хочет не разговаривать. Тут местные жители. Может, их спросим? Здравствуйте, меня Тимур Ханова зовут. Я из Новосибирска приехал. Привет. Вот один, соседник уже есть. Можно, можно у вас спросить? Как вы относитесь к тому, что лес рубят? Вы здесь давно живете? Давно. И вот я приехал поснимать из Новосибирска. Как вы считаете, может, он имеет право хозяин рубить лес? Или как? Вот, знаете, честно... Извините, вас как зовут? Меня Тимур зовут. Нина Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если вот так разобраться, они березы старые, видите, середины какие. Пилить-то их, конечно можно, выборочно, но надо же и посадить, наверное, потом в новых каких-нибудь. А вы думаете, он посадит или нет? Вот знаете, я даже не могу сказать. Ну, здесь всегда же этот лес был? Да, конечно. Грибы, ягоды там есть? Да. Ваши... ягоды-то вот на этой горе были-то. Ну, понятно. Спасибо. Это, Виктор Петрович, вы что ли? Да. А вы что, что-то раз, что-то наменяете? Ну, пойдемте, попробуем с Димой поговорить. Там свои выяснялки местные, что вы там. и вот я вижу опять на табличках на березе надпись «Частная территория защищается собаками». Вот дом этого Димы. Собак не вижу, вижу коз. Напишите, пожалуйста, зрители мои, как качество сигнала. Хорошо ли видно, хорошо ли слышно. Потому что я заинтересован, чтобы все было показано так, чтобы потом можно было использовать. Два трактора. Так, территория охраняется собаками, написано. Ну, давайте пойдем со стороны, не заходя на территорию с собаками. Неплохой дом. Автомобиль во дворе или как заграблен. Возможно, хозяин дома. Обычная деревенская флякоть. Запахи жалко, нельзя передать через интернет. разговаривает. разговаривает собачка из соседнего дома. Здесь козы. Так, ну что, хозяин! с какой-то стороны подойти, чтобы безопасно. Так, здесь туалет. Собак не видно. Мы пошли за козлами. Вперед! Мы пошли за козлами! Есть кто-нибудь? Эй, хозяева, есть? Здравствуйте, можно с вами поговорить? Я из Новосибирска, меня Тимур Ханов зовут. Я хотел поспрашивать про вот правую руку леса. Я понимаю, поэтому я спрашиваю... Вы за столбики заходите? Я спрашиваю разрешение, я могу зайти? Я вам уговорю за частные? Я зайду за столбики. Собачка большая, видите? Я не нарушаю вашу частную территорию, я вас приглашаю к разговору. Выходите, пожалуйста, есть вопрос. Пугает собачкой, просто не закрывает. не заходи за столбики. Когда я говорю про козлов, я имел в виду именно козлов. Женщина вышла, попросила не заходить за столбики и сказал, что у них злая собака. Ну вот здесь, я еще раз повторюсь, если он сейчас не выйдет, но чтобы было понятно. Мы находимся в селе Жеребцово. Здесь есть, я показываю конфликт между местными жителями и одним из человек, здесь, вот человек, который... О, здравствуйте! Меня зовут Ханов Тимур, я приехал из Новосибирска, я могу пройти, но мне ваш хозяйка сказал, что не надо. Я понимаю, я... поэтому спросил разрешение. Меня пригласили, я такой журналист-любитель, меня пригласили... Могу, зачем приехали? Меня Тимур зовут? Да, 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 Дмитрий. Рад знакомству или... Ну, как будет видно. Я вот точку зрения, точку зрения местного депутата, местных жителей, я выслушал. Ваша точка зрения по поводу вот этой порубки, какие планы, насколько это законно и какие... Ну, коротко ситуацию, скажите. Частная территория. Себя можете назвать? Да, Дмитрий. Частная территория. Фамилия вам мое. Мне не обязательно. Частная территория, то есть... Это вам принадлежит, Да, идет вырубка леса. Расчистка определенных участков. Наверху он там два участка. Вот тут два участка. Этот уже вычищен. Ну, только б не убрать осталось. В личных целях использования. То есть, у вас есть какие-то планы по использованию этой территории? Есть планы, да. Лес планируется весь вырубить или какие-то? Нет, нет, нет. Зачем весь вырубать? Полосами. А как вы относитесь к тому, что вот местные жители возражают? Ну, ребят, я не виноват, я его купил. Это понятно. Ну, вот они же говорят вам что-то нехорошо. Я все понимаю, что они говорят, что это нехорошо. Ну, пусть у меня его купят и берегут. То есть, вы готовы его продать? Конечно. У меня объявление есть. Цена можете назвать? Вместе с домом. Ну, я не знаю, как скажете. Ну, а если деревенский, еще и уступлю. А без дома, если? Ну, без дома давайте за миллион обойдемся. Понятно. Сколько общая площадь? Шесть и... Не помню, с копейками. Шесть и шесть, короче говоря. И это вот, эта вся вот эта гора, да? Ну, получается, вот так она идет, короче говоря. А вы планируете ее как-то использовать или можете посоветовать, как ее можно использовать? Пока планирую, пока еще не отказался инвестор. А, есть инвестор, да? Есть инвестор. Ну, пока еще планирую. А с властями конфликта нет у вас только с жителями? Да, я не конфликтовал пока ни с кем. То есть у вас все законно? Я еще пока ни с кем не конфликтовал и в принципе не собираюсь. Зачем мне конфликтовать? А вы могу узнать, можно не отвечать? А вы родом из этой села? Нет, нет. А, вы сюда приехали? Понятно. Ну, я сейчас просто... Скорочаево-Черкесия. Скорочаево-Черкесия? Понятно. Видите, какая у меня... Как раз делаю вам рекламу. Это ваши козлы или чужие? Нет, это не халм. Понятно. Хорошо, спасибо вам за комментарии. Надеюсь, как-то конфликт разрешится. Да ничего страшного. хозяин, может, найдется другой хозяин. Я объясню, расскажу. Объясню, расскажу. Подходите. Да, спасибо. А вот еще говорят, что тут собаку на людей натравляли. Было такое? Не натравляли. Вон там, вон тот песик, вон там и загрыз. То есть, непосредственно у входа в дом. Машки дошел метр до крыльца. А, это к дому, что он не в леса? Да, могу вам этого человека привезти. Это местный алкоголик, надеюсь, бывший. То есть, забралась, ходила, деньги попошайничала. Так, как здесь. Собачку можно показать поближе, если я подойду? Она привязана? Ну, как бы, я бы не советовала. Ну, до угла, если я дойду, ничего? Ну, не советуйте, не буду. А, ну, вот видно, сейчас поставить. Вот собачка, как? А? Это Алабай. Зовут Алабай? Ну, это Алабай. А, с породы Алабай. Это собака, назначена, да, для охраны территории. Есть паспорта, есть документы. Ну, я понимаю. Собака взята в, в этом, господи, в Заравшане, то есть, Китимский район, из Китим. То есть, собака там, у нее есть все документы, она прошла школу, обучение. А вот, нужен личный вопрос, вам не мешает, если есть конфликт с местными жителями, это как-то вам затрудняет жизнь здесь? Конечно, затрудняет. Что вы им отвечаете? Ну, давайте вот... Нет, я с Димой поговорил, он все объяснил. я просто по личной... Я понимаю. Вы бы не хотели этого конфликта, я правильно понимаю? мы не хотим конфликта, но есть люди конфликтные, допустим, сосед наш, вот конфликтный, он по любому поводу, и ему просто нужна эта земля, потому что в свое время, когда-то, он хотел завладеть ей бесплатно. Ясно, а денег на покупку у него нет? А денег на покупку не было. Мы прошли через суды, то есть это были суды, то есть это все... То есть у вас все законно. Понятно. Спасибо, да, понял вас. Ну, ладно. Что-то камера опять... А что вы не загородите свой огород? Друзья мои, на этом я, наверное, закончу свой репортаж, потому что ситуацию осветил с двух сторон, лес рубят, но пока планируются продажи, существуют конфликты, надеюсь, решение будет найдено, если чем-то поможет мой материал, я буду рад. Я тоже сделала, кормлю, но я на цепи ее посадила. Спасибо вам за... Начнем с этого. Зимой она вас бегает. Ну вот, приглашайте. Мы будем с Юлией Колеватовой освещать эту проблему, как она будет дальше развиваться. Надеюсь, история будет иметь не только грустное продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok